Добрый день, дорогие друзья. Прошу любить и жаловать. У нас на канале впервые Инна Гориславцева, лидер общественно-политического движения «Объединение родителей». Здравствуйте, Инна. Здравствуйте. Я в своих роликах, аудиторию, постоянно призываю, друзья, объединяйтесь в профсоюзы, в Дом управления, в потребительские кооперативы, в общество экологическое и, конечно, в родительские движения. Это стало особенно актуально в момент борьбы с коронавирусом и контр-борьбы с тем, что предлагало нам государство, дистанционное обучение, QR-коды, укольчики всякие интересные. Я вас пригласил сегодня, чтобы обсудить, какие на сегодняшний день стоят задачи перед родительским движением. Пожалуйста, расскажите, что вы об этом думаете, зачем родителям нужно объединяться и, объединившись, чего можно достичь? Спасибо, Павел, что даете возможность таким широким экскурсом осветить, скажем, на мой взгляд, все ключевые проблемы, которые сейчас сохраняются в системе образования. И, конечно же, сначала нужно оглянуться немножко назад и сказать, что вот эта вся активность родительская, рост родительских общественных движений, самых разнообразных, конечно, стали следствием периода, когда в школы внедряли дистанционку. И, собственно говоря, угроза, связанная с активным внедрением в школы дистанционных, цифровых, электронных форм обучения, она никуда не делась, она не растосалась. То есть мы все прекрасно знаем, что в конце 2020 года было издано постановление правительства России номер 2040, 7 декабря, оно было конечное по сроку, оно имело двухлетний период действия. И вот сейчас эти два года истекли. То есть, собственно говоря, одна из первых задач, которую, как мы считаем, должна объединять всех родителей, это все-таки качественный анализ того, что произошло за эти два года. Значит, мы от имени нашего движения написали практически во все субъекты федерации, которые были вовлечены в этот эксперимент письма в Управление образования с просьбой ответить нам на несколько главных вопросов. Один из которых касался качественных результатов того, что внедрялось. То есть, насколько внедрение цифровой среды отразилось на освоении детей знаний, на ускорении процесса обучения, на сопротивление времени, на каких-то таких вещах, которые непосредственно связаны с процессом образования. Я боюсь, это вообще самый тяжелый вопрос для современных чиновников и государственных служащих, потому что это же вопрос об ответственности. И мы знаем, что разного рода национальные проекты, программы, концепции, майские указы, майский указ, когда мы смотрим, а что по итогу, где результаты, остается только развести руками. И вот, когда вы задаете эти вопросы, вообще удается вам пообщаться лицом к лицу с какими-то чиновниками? Как они на это реагируют? Чудесным образом нам ответили все на наши письма, да, только ответы были поделены, ну, можно сказать, на таких три крупных группы. Группа первая была из серии «Мы ничего не знаем», нам сказали из центра внедрить цифровую образовательную среду путем подключения школ. Мы взяли под козырек и тупо исполнили. Ну, я сейчас простыми такими словами это как бы характеризую. Понятно, что в письмах это все на таком хорошем чиновничьем новоязи, очень все аккуратно, очень закруглено. Но суть приведет к тому, что деньги выделили, значит, мы интернет к школам подключили, оборудование закупили. Считаем, что задание правительства исполнено блестяще, вопросов к нам нет. Но это вот первая была такая история. Значит, вторую часть наших вопросов, касавшуюся именно влияния этого процесса консервизации обучения и внедрения соответствующей технологии именно на качественные процессы образования, на содержательную часть, ну, ребята просто опустили. Они просто, ну, как бы эту часть вопросов не стали освещать в принципе. Вот вторая часть ответов была поинтереснее, потому что, значит, в ней впервые профигурировало такое понятие, как KPI. То, оказывается, в этом проекте, который внедрялся, все-таки были свои внутренние ключевые показатели оценки эффективности, утвержденные правительством. Но, но, был интересный ответ, что давать оценку эффективности внедрения должно правительство в соответствии с этим положением в срок два месяца после окончания эксперимента. То есть, вот буквально сейчас последние даты января, начало февраля, и по идее правительство Российской Федерации должно подытожить то, что произошло в этих субъектах, и сказать, вот эти молодцы, а эти огурцы, эти справились, а эти, к сожалению, нет. То есть, это вот как раз сейчас, в начале 23-го года, какое совпадение, в какой интересный момент мы решили с вами пообщаться. То есть, многие вообще об этом как будто бы и не слышали, другие все-таки слышали, что эксперимент, вот он только сейчас будет подводиться итог. Да, и оценку будет давать именно правительству. То есть, вы нам вопросы зря задаете, потому что мы не можем, мы даже не должны давать им каких-то характеристик о качественной содержательной части. Это не входит в нашу компетенцию региональную, это компетенция правительства. Обращайтесь с вопросами туда, пусть они вам потом там как-то рассказывают, насколько эффективно все было сделано, и кто как бы справился, а кто нет. Ну, вообще, я прошу прощения, что перебиваю иногда, надеюсь, вы не обижаетесь на меня. Значит, я же сам работал в школе, 13 лет я поработал, в том числе я занимался там проектной деятельностью, олимпиадным движением, всеми вот этими вопросами, участием в конференциях. Слушайте, всегда школа делает свой отчет, межрайонный совет директоров или округ делает свой отчет. Это все выходит на город, город делает свой отчет, и уже по регионам статистика собирается, выносится на федеральный уровень. А как они могут сделать общероссийский отчет, если регион никакую статистику не собрал? Не-не-не, не так, Паша. Значит, статистика-то будет, отчеты о том, сколько школ подключили, сколько километров оптового окна размотали, сколько компьютеров закупили. Да-да-да, но они же должны и оценить, а вот наши дети показали лучшее усвоение таких-то тем. Это же как, это будет министерство делать, если это не сделано в отдельной школе, в отдельном районе, городе и так далее. А вот это как раз очень интересная часть, и это третья часть Морализонского балета, потому что было пара ответов от двух регионов, которых мы за честность, прямоту и за такую коммуникабельность во взаимоотношениях с традиционными движениями глубоко уважаем. Потому что нам ответили, что на самом деле в систему ключевых показателей оценки эффективности проекта цифровизации образовательной среды по постановлению 2040, оценки эффективности именно результативности обучения детей вообще не было заложено изначально. А главный тогда показатель какой? Просто это все освоить в материально-техническом плане, повесить эти интерактивные доски, компьютеры купить, освоить бюджеты. Короче, все, как обычно, упирается в деньги. Все упирается в оснащенность школ новыми современными технологиями. То есть создаем некий достаточно сложный технологический ресурс, покупаем интерактивные доски, закупаем компьютеры, подключаем оптоволоконную сеть, как бы навешиваем туда какую-то кучу различных программ, подключаем всех ГИС «Моя школа» к Сферму, куда-то там еще, подключаем. То есть мы создаем мощную, серьезную машину, мы создаем на всю страну, на примере этих 20 субъектов федерации, такую глобальную сеть видеоконференц-связи, в частности, там обмена какими-то пакетами информационными. То есть мы действительно продвигаем с технологической точки зрения очень мощный ресурс школы, вот благодаря этому решению. Но как это отразится на том самом ценном, ради чего все это делается, именно на процессе образования, то есть насколько дети лучше будут осваивать материал, насколько они будут быстрее его осваивать, там шире, то есть расширится или кругозор у детей, или наоборот он усузится. Вот это даже не было заложено в смысл этого эксперимента. И поэтому оценивать сейчас они этого даже и не могут. Они повесили на стенку ружье, которое обязательно должно выстрелить, но, скажем, и кого оно подстрелит, непонятно. Так, ну то есть, в принципе, исход этой всей истории понятен. У вас есть представление о том, какие будут дальнейшие шаги? То есть что делать? Вот они признают, о, эксперимент прекрасный, если кому-то не нравится, вы ничего не понимаете, родители, там, движение мракобесы, и, ну, как бы, мы молодцы, ордена, премии, повышение. У всех все хорошо, кроме детей наших. Да, давайте на простом примере. Вот, например, большая гора белья, которую можно перестирать вручную, да, то есть такой низкопродуктивный труд, но эффект будет достигнут, то есть белье будет постерно, будет сохнуть. Тот же самый объем белья, можно закинуть в стиральную машинку, быстро постирается, там, и, соответственно, может быть, даже лучше постирается. И то же самое. Вот точно так же, простите за такую, может быть, очень утилитарную аналогию, значит, должно происходить и с тем, что происходит внутри школы. Можно освоить математику с помощью обыкновенной доски, там, угольника, мела, там, и хорошего преподавателя, который все это будет рассказывать, а можно все то же самое, даже в присутствии преподавателя, делать с использованием дорогостоящей интерактивной доски, которая стоит немалых денег, существенно больше, чем обычная меловая, и в этом случае возникает закономерный вопрос, как вот этот инструмент повлияет на сроки обучения детей, на их здоровье, в частности, и так далее. Вот это все вопросы, которые сейчас родительское сообщество должно немножко переформатировать. Вот в чем мы с некоторыми нашими коллегами по российским общественным движениям, другим родителям расходимся во взглядах, да, в том, что они, в принципе, против цифровизации, а мы хотим еще и потребовать от цифровизаторов рассказа более глубокого, то есть методических обоснований, исследований научных, которые бы доказывали целесообразность расходования государственных денежных средств из наших же налогов, как налогоплательщиков изъятых, на цель внедрения вот этих технологий, потому что если эта технология действительно ускоряет процесс обучения, расширяет кругозор, действительно позволяет детям блестяще отвечать на вопросы, то есть она всячески стимулирует процесс обучения и качественно, культурно нашим детям позволяет расти, то тогда мы должны, как родители, приветствовать такого рода навадскую. Но если таких исследований нет, значит, они должны быть сделаны. Если таких кипяев нет, значит, они должны быть придуманы и введены. Если должны быть сделаны сравнения традиционной формы обучения, и вот такой высокотехнологичной, и в результате этого сравнения должны быть сделаны выводы итоговые, то вот именно это и должно быть сделано в обязательном порядке, прежде чем эксперимент по постановлению 2040 из этих субъектов расползется на всю страну. То есть должна быть дана оценка не только самой технологической возможности, но и содержательной части, ради которой эта машина создается. И вот именно этого мы сейчас должны начать очень активно требовать. От кого? От Министерства просвещения от правительства Российской Федерации, направляя им соответствующие запросы и требуя, а, обнародовать итоги этого эксперимента, и, б, так или иначе, внести ключевые показатели оценки эффективности, и тем самым, изобретительные образовательные процессы, и только потом принимать решения о возможном его распространении в регионах. Инна, вот я хочу сказать по этому поводу несколько вещей. В течение последних практически года так получилось, что меня привлекают как эксперта к разработке программ не реформ образования, не модернизации образования, так скажем, нормализации образования в некоторых российских городах, в двух, в одном регионе, в другом регионе. Как бы это попроще сказать. Ну вот, во втором случае, ко мне обратились, у меня сейчас нет на это времени, я говорю, хорошо, ребят, я вам бесплатно набросаю примерную канву, в каком направлении двигаться, у них там большие проблемы, школы, две школы в городе успешно функционируют, ребята поступают там в университеты, все хорошо, в других школах и поведение плохое, криминализация происходит, ну, в общем, такие тяжелые школы, их там больше 10 штук. Вот что делать, чтобы как-то подтянуть эти школы? Я спрашиваю, а вот почему такой вопрос вообще возник? То есть, в принципе, решения могут быть разными, и в любом случае это там в основном работа с директорами школ, выяснение каких у них. А они вот, люди, которые за образование в городе отвечают, они вообще не знают ничего, а они вообще сидят и просто, ну, у нас какие-то проблемы, то есть я не знаю, какая у них квалификация, я не... Ну, то есть люди, которые за это все отвечают, для них вот то, что вы говорите, вы говорите правильно, что надо системно проработать, методично, технологично, чтобы это все вот было прям выверено. Есть какая-то научная подоснова, как детям эффективнее учиться, мы под эту подоснову придумываем программу, мы ее внедряем, опробируем, масштабируем, и потом уже смотрим широкую статистику, проводим работу над ошибками и по новому циклу. Это прекрасно, но, боюсь, для нашего государства это прям что-то нереальное. А в подтверждение ваших слов я хочу сказать, я вот уже своих подписчиков, кто меня все время смотрит, я уже, наверное, достану этим примером, но я хочу, чтобы его услышало максимальное число людей. Еще когда я работал в школе, мы с одним ребенком сделали проект. Его интересовало, я всегда исходил из интересов ребенка, вот он говорит, я люблю компьютерные игры, мне интересен проект про компьютерные игры. Хорошо. Я взял его интерес, вывернул в сторону психологии. Мы сделали анкетки и провели опрос, там где-то 200 человек детей. В основном 6-й, 7-й класс, но сколько-то было человек из 9-х классов. И мы смотрели разные корреляции, то есть кто занимался когда-нибудь психометрическими исследованиями, это не просто бла-бла-бла, это то, когда вы берете довольно много людей и можете перевести какие-то мысли, идеи в математику. То есть там смотрятся числа, в экселевских таблицах это все довольно легко считается. Мальчик сам был в 6-м классе, он это все очень легко посчитал, получились очень интересные результаты. Вот мы в том числе смотрели, какая есть корреляция между тем, сколько ребенок сидит и играет в планшетах, компьютерах, телефонах. Полчаса в день, час в день, два часа в день, пять часов в день. И его оценками. А корреляции практически никакой. Зато очень сильная корреляция между тем, с какого возраста ребенок начинает сидеть в гаджетах, чем раньше ребенок начинает сидеть в телефоне, даже по полчасика. Я предполагаю, это связано с тем, что у детей, у которых большая часть досуга, интереса связана с гаджетами, у них настолько легкий доступ к каким-то позитивным ощущениям, ярким картинкам, громкой музыке, что им просто неинтересно развивать собственное воображение. Если же они смотрят, как старые у нас книги, сказка, и на эту сказку одна картиночка. Вот мы видим, как себе художник представил героев, какие-нибудь картинки Васнецова, например, на сером волке, кто у нас там скакал-то? Иван Царевич на сером волке. Да, и вот они... Почему-то звук пропал, Инна. Царевич скакал. Да-да-да, вот появился звук. В общем, мне кажется, когда дети вынуждены просто для собственного развлечения что-то придумывать, додумывать, у них больше есть пространство для развития мышления, и в целом им учиться потом проще. И когда мы говорим про цифровизацию, на самом деле, многим детям какие-то даже физические явления очень сложно представить. Что такое, например, температура? Вот сейчас температура ручки, комнатная, 20 градусов. Что это значит? Это значит, что каждый атом внутри этой ручки колеблется с определенной частотой. Температура — это мера движения материи. Вот как это себе вообразить, как это себе представить? Это нужны специальные обучающие видеоролики. И в советское время таких диафильмов было очень много, видеообучающих было очень много. Вот их бы сейчас переснять. Пространство для внедрения новых технологий в образование, они есть. Это можно сделать полезное, но это же надо исследовать, что именно поможет ребенку развивать мозги, а что воспрепятствует развивать мозги. Этим же никто не занимается. Вот, и вот это как раз вторая часть морализованного, ну как бы вот этой проблемы, связанной с цифровизацией, да, что на самом деле содержательную часть наполнения всех этих образовательных программ, которые сейчас в цифровое пространство привносятся, рисует безумное количество авторов, которые при всем при этом иногда не должны даже на пушечный выстрел быть подпущены, не то чтобы к программе, к детям в принципе. Ну потому что содержательная часть, она, конечно, оставляет желать лучшего. А мы знаем, что на примере той же Московской электронной школы, будь она тут упомянута в очередной раз, значит, авторами программных продуктов этой платформы могли становиться все. То есть кто угодно. Я насчет Московской электронной школы по своему опыту должен еще добавить. Друзья, кто не в курсе, кто из регионов, может быть, у кого-то нет детей, и вы просто для интереса смотрите нас. Это большой сервис, где собраны в электронной форме учебники, задания, тесты, видеофильмы и так далее, и так далее. Большая часть материалов, которые там есть, это просто материалы из интернета, которые просто скопированы, подписаны, например, взята какая-нибудь картинка и просто загружена на платформу, пользуйтесь кому надо. В общем, я все то же самое могу найти на Яндексе. С той лишь разницей, что ребенку на Яндексе может вылезти в том числе какое-то непотребство, какая-то реклама. Московская электронная школа вроде бы как от этого защищена. Но тут... Сейчас вы дополните. Да, хорошо. Я вижу, у вас уже есть что сказать. Когда эта штука вся внедрялась, мне, как учителю московской школы, пришла надбавка. По-моему, 10 тысяч рублей. На всю школу у нас тогда было около 100 человек коллектив, может быть, 120 человек коллектив. Только трем учителям пришла надбавка. Меня вызывает директор, Саша Павел Андреевич, поздравляю. Объясни, что ты делал? Ты заходил на эту платформу, ты скачивал уроки, ты проводил уроки. Ну, то есть, я говорю, я на эту платформу ни разу не зашел. То есть, они наугад взяли каких-то учителей и отправили деньги. Просто так. Вот какой уровень ответственности чиновников, которые так расшвыриваются государственными деньгами? Зачем? Почему? Просто надо освоить бюджет. Это вот к вопросу Московской электронной школы. Что от них можно ожидать при таком подходе? Ну, вот, что хотели, то и получили. Пожалуйста, вам слово. Значит, действительно, практически учителя московских школ, школьники из московских школ и, в принципе, любые лица, вот обыкновенные граждане Российской Федерации, вот каждый мог нарисовать свой собственный урок. То есть, взять какую-то тему, привязанную или не привязанную к какому-то учебнику, и на эту тему, значит, сделать какую-то презентацию, подложить какой-то видеоролик и, соответственно, какие-то тексты. Как правильно сказали вы, Павел, в основной массе своей это был компилят. То есть, уже существующие материалы из интернета набрасывали, причем подходы к тому, как эта визуализация должна быть выстроена, там, шрифты, цвет, размер, количество этих слайдов. Вот, то есть, все то, что имеет значение с психологической точки зрения в методике преподавания, для того, чтобы материал был усвоен детьми или нет, это все было по боку, на это никто внимания не обращал. Задача стояла очень простая, накачать платформу с соответствующими содержанием, с соответствующими ресурсами. Но... Подчеркнем, что учителя это делали, потому что за это платили. Делаешь плохие, какие угодно уроки, получаешь деньги. Не, можешь делать хорошие, делай. А можешь делать хоть какие, делай хоть какие. Значит, история касалась того, что за саму разработку что-то платили, а потом была еще и так называемая плата роялти. То есть, если именно твой урок по каким-то причинам понравился всем, и его многократно скачивают для того, чтобы показывать детям, то вот за это количество скачиваний там тоже копеечка шла. Но даже при этом, что называется, на старуху бывает проруха. Вот моя личная дочь ко мне, когда она училась не как сейчас в 10-м, а там пораньше, по-моему, это конец 7-го класса был, как раз только со мной начало было Московской электронной школы, пришла с уроком основы духовной нравственности культуры народов России с заданием, про которое я, собственно, и рассказывала, на которое тогда Петр Толстой подкинулся и многие другие очень активно. Значит, вопрос звучал следующим образом. Может ли в семье, может ли в союзе однополых партнеров, плавно трансформирующимся в семью, вырасти духовно-нравственное, духовно-полноценное следующее поколение? Ну, я сейчас подзабыла уже, но это цитата, причем этот вопрос, он звучит, вот мы только Конституцию в новой редакции приняли, а там она союз мужчины и женщины, семья, брак и все остальное, и сразу же, вот буквально, там Конституцию, по-моему, и в феврале принимали, что-то такое в начале года, а урок пришелся там на конец марта, начало апреля. И ко мне приходит дочка вот с такими глазами, говорит, мама, а что отвечать-то? Союз однополых партнеров, плавно трансформирующийся семью, Московская электронная школа, тестовое задание к уроку благополучного... Спасибо, Сергей Семенович, за счастливое детство. Ну, конечно, мы с ней ответили, что вообще-то такое явление у нас невозможно, потому что у нас семья, это союз мужчины и женщины, а не двух однополых партнеров. Ну, короче, пятерку она свою получила за этот развернутый ответ. Причем самое ужасное было, что там было не только да-нет, а там надо было еще дать развернутое пояснение, почему ты имеешь такое мнение. То есть детям в этом возрасте предлагали порассуждать относительно того, а что такое вот однополые отношения в принципе, по сути своих. Ну, я очень надеюсь, что сейчас, возможно, все-таки Московская электронная школа хоть какой-то ввела выходной барьер в их проверку выходного качества всех этих материалов, и хоть как-то их там перепроверяют на предмет низкоразности. Ну, вообще, там барьеры всегда были. Просто они, как бы это сказать, ну, были с изъянами, вот так, мягко скажем, мягко скажем. Были с изъянами. Заканчивая тему супровизации, хочется сказать следующее. Вот наше общественно-политическое движение разработало и внесло поправку в Государственную Думу. Причем дважды. Один раз мы это сделали весной 21-го года, а второй раз в определенной редакторской практике. Это было сделано в июле 22-го года. Причем второй раз это как раз сносили депутаты, 14 человек в практике «Левая Россия». Значит, поправку, которая должна была ограничить применение цифровых и дистанционных и электронных технологий при реализации очных программ обучения. То есть мы совершенно четко провели водоразделы и сказали, что если ребенок учится по заочной форме обучения и родители выбрали именно заочную форму для своего ребенка, то в данном случае применение дистанционной и электронной формы обучения, ну раз уж родители выбрали сам такой формат не в глаза в глаза, ну, наверное, уместно. Почему нет? Если ребенок учится по смешанной форме, когда у него присутствует и очное, и заочное обучение, а у нас есть такая форма, да, очно-заочная, то, наверное, должен быть соблюден баланс. И тогда дистанционная форма обучения, заочная форма обучения не должна превышать 50% от общего объема времени. Но если мы все-таки говорим о том, что родители выбрали очную, традиционную форму, которая предполагает присутствие ребенка в школе, то тогда в этом случае применение цифровых технологий допустимо, но только при наличии согласия родителей. Если они не возражают, что такого рода технологии в процессе обучения будут применяться, но никак иначе. Значит, вот мы такое написали, отправили и получили отрицательное заключение правительства на наш законопроект. И обосновали они? Они сказали тем, что подобного рода поправка, значит, она не может быть принята в связи с тем, что школа автономно в своем праве выбора технологий обучения. И таким образом, принимая такую поправку, мы ограничиваем право школы на самостоятельное автономное принятие решений о том, каким способом, каким методом и с какой технологической подоплекой будут обучаться наши дети. Вообще это логично. Есть одна проблема. Школа, как и многие государственные структуры, не несет никакой ответственности за результаты того, что происходит. Потом виноват будет кто угодно. Родители плохие, значит, ребенок бестолковый, что он там. У нас вообще у системы образования никаких объективных критериев оценки нет. Вот есть у нас Рособранадзор. Это организация, которая должна оценивать качество образования. Чем она занимается? Тесты ОГЭ, ЕГЭ, ГИА, всякие эти международные ПИЗы, тесты. Как они собираются оценивать воспитание, как они собираются оценивать социализацию, как они собираются оценивать до развития тех же мыслительных процессов, компетенций. Вот что хочешь, то и думай. Я хочу сказать, Павел, что при всей логичности того, что вы сказали, что есть некая логика в позиции правительства, я скажу, что логики нет на самом деле по одной простой причине. Потому что все-таки у нас участниками процесса образования с одной стороны является школа, а с другой стороны у нас есть ученик и его родители. И в принципе вообще-то у нас определенное равенство прав на участие в образовательном процессе должно быть. И раз уж мы даем родителям право на выбор формы обучения, то, наверное, тогда в данном случае родители должны быть причастны и к пониманию технологии, которая будет задействована в процессе обучения. И если ребенка ты отдаешь в школу, которая считается традиционной, в которой традиционные технологии используют, у тебя все понятно. А когда в школу привносятся новые технологии, не апробированные, не имеющие научного обоснования, не имеющие никакой методики, учителя пользоваться технологиями не готовы, но при всем при этом она внедряется, то получается, что родитель, отдавая своего ребенка на очную форму, делает его участников того самого эксперимента, вот апробации на ребенке того, как эта технология сработает, на благо или во вред, мы не понимаем. И тогда в данном случае получается, что наше право родительское и право детей, вот эта автономия школы по выбору технологии обучения, нарушает, а должно быть, ну, должен быть паритет, и, собственно, мы на этом настаиваем, поэтому мы сейчас в очередной раз будем пытаться переупаковать подходы, и вот как раз вокруг этой поправки в закон, как мне кажется, родительскому сообществу стоило бы консолидироваться, то есть отримут все активные возражения, что справедливости в школе в принципе не место, ну, есть место, мы уже с вами говорили, что те же самые старые диафильмы, если их переснять и каким-то внедрять в канву урока в качестве иллюстративного материала, то, возможно, они дадут определенный эффект для лучшего понимания, для визуализации, для наглядности. То есть, опять же, для понимания наших там дорогих родителей, педагогов, которые нас могут смотреть, я закончил аспирантуру, я не защитил пока диссертацию, хотя вот сейчас я восстановился в аспирантуре, прикрепился как соискатель, я дожму эту историю, в какой-то момент у меня просто опустились руки, потому что я понял, что это никому вообще не интересно, не только в государстве, но даже в аспирантуре, кандидата доктора наук, академики, им мало интересно то, что происходит в обычной школе. Ну вот, если знаете фамилию Аманашвили, это наш, считается, классик, я в какой-то момент ему подошел и говорю, вот знаете, сталкиваюсь в школе с такими-то проблемами, вот я на тот момент исполнял обязанности зама по воспитательной работе, я говорю, вот у нас в коллективе такая-такая ситуация, вот, что вы предлагаете делать с учителями, у которых вот нет желания вот об этом думать, об этом развиваться, в таком направлении, он говорит, ну кому не интересно, с ними нечего и работать. Как вы этот гениальный совет используете на практике? Никак. Поэтому, конечно, конечно, когда мы говорим о практических моментах, идеология-то одно, прекрасное наше далеко идущее, там, уходящее за горизонт планирование и представление о прекрасном далеке, это другое, нашим детям учиться сейчас. И надо исходить из того, что мы можем сделать прямо сейчас. И это должно быть первостепенно. А уже потом, даст бог, там, дойдем еще до каких-то глобальных вещей. Ну вот прямо сейчас это тема номер раз, вокруг которой, как раз, как мне кажется, родителям стоило бы консолидироваться. И я еще раз повторюсь, это потребовать очень жестко через любые инструменты нам доступны, через депутатские или запросы, через личные или обращения, отчетности со стороны Министерства просвещения и правительства по тем ключевым показателям эффективности, которые должны оценивать именно содержательную часть образовательного процесса. То есть качество обучения, рост соответствующих знаний, скорость освоения знаний или что-то еще. Если этих показателей еще нет, значит, они должны быть. И в сравнении между традиционной формой и цифровой формой обучения мы должны увидеть, как, собственно, дает какое-то преимущество цифровая форма обучения, или, наоборот, она ухудшает качество знаний детей, о чем косвенно свидетельствует ситуация, которая сложилась в этом году в той же Москве. Потому что два года дистанционки, на которые детей регулярно выводили, имея на то достаточно оснований медицинских линемей, это отдельный разговор, да, значит, но тем не менее, что мы видим? Учеников 11 классов в этом году с 1 февраля в Москве переводят на так называемые индивидуальные планы обучения, фактически срезая у них все предметы, которые не относятся к сдаче ЕГЭ, которые дети выбрали. То есть детей сейчас методично в Москве, начиная с 1 февраля, будут натаскивать по русскому, по математике и по тем предметам, по которым будет сдаваться ЕГЭ, ну, там, по выбору. Соответственно, там, те, у кого литература входит на литературу, те, у кого общага входит на общагу, все остальные предметы можно факультативно по-быстренькому в общем-то скостить. Более того, детей уже фактически по этим предметам в аттестаты уже должны аттестовать фактически по итогам первого полугодия. То есть вот на мой взгляд это прямое следствие того падения уровня и качества образования, которое приключилось в результате регулярных выводов детей на дистанционку и на то, что они разучились за эти два года в основной массе своей в принципе учиться. Там колоссальные пробелы в знаниях, и сейчас можно просто дырку заткнуть. То есть хоть как-то вытащить детей на приличный уровень сдачи для того, чтобы всем показать, что смотрите, как у вас в Москве старалась. Ну то есть у кого-то подгорает вот другими словами в Москве. Грустный тут момент, что конечно же далеко не все родители разделяют то, о чем мы сейчас говорим. Мне сразу вспомнилось у меня до сих пор во Вконтакте закреплена подборочка цитат с очередного родительского собрания. А может не надо спрашивать детей наших на логику? Может просто чтобы ребенок знал? А что химия это предмет в котором нужна логика? Ну в общем когда мы говорим что детей будут натаскивать на ЕГЭ и что они будут лишены общего образования а ни дети ни родители в массе своей они не понимают в чем ценность общего образования потому что школа его перестает давать о не надо просиживать штаны на этих лишних предметах я хорошо подготовлюсь к ЕГЭ поступлю в хороший вуз отлично и родителям меньше денег на репетиторов придется тратить замечательно какие проблемы то то есть это уже концептуальный вопрос зачем нужны школы потому что на следующей итерации чиновники скажут вы посмотрите народ то доволен а зачем нам 11-летнее образование давайте оставим 10 лет 9 9 полгодика подготовились к экзаменам сдали до свидания все и это колоссальная экономия для бюджета люди смогут себе ордена на грудь повесить нет если вы хотите как-то получше учиться если вы надеетесь быть неуправляемым быдлом если вы хотите потом занимать какие-нибудь руководящие должности там и на что-то претендуете в этой жизни хорошо любой каприз за ваши деньги будете учиться в спец каких-то школах для умненьких может быть из этих школ для умненьких будут группы детей даже ехать на международные олимпиады и снова российское образование лучшее в мире наши лучшие ребятки лучшие программисты наши ребятки лучшие математики химики биологи и так далее и потом эти ребятки поедут учиться в Оксфорде и Кембридже ну как бы аплодисменты браво выстраивается система сегрегации детей по доступу к образованию типичный среднестатистический ребенок нормального образования будет лишен более того эта тенденция очень четко подкреплена тем что на самом деле дефицит учителей в школах в первую очередь предметников растет и мы это видим как и увеличиваются проблемы связанные вообще с достаточностью самих школ в штуках посадочных местах и сколько бы мне не говорили там про демографические проблемы про то что у нас число жителей России сокращается да то есть на самом деле да наверное но если смотреть в моменте вот сейчас да в результате некого демографического всплеска который все-таки был вот у нас в двадцать четвертом году количество детей которые придут в школы и должны получить свои законные места за школьной партой становится очень большим и мы что наблюдаем у нас вот сейчас школы которые работают во вторые смены это примерно дефицит посадочных мест 700 тысяч мест по всей стране а в двадцать четвертом году по статистике примерно будет два с половиной миллиона посадочных мест дефицит это несмотря на все парадные реляции победные со стороны Сергея Сергеевича Кравцова о том что у нас по программам государственно-частных партнерств сейчас там очень много школ строится очень много чего профинансировано и так далее и тому подобное и это я сейчас еще не оцениваю проблемы со вторыми сменами которые у нас могут усугубиться если у нас будет очень эффективно реализовываться параллельно со всем этим программа по капитальным ремонтам школ то есть у нас просто часть школ еще на капремонты позакрывают ну а соответственно детей из них надо куда-то в соседние переводить то есть я там думаю что эти два с половиной превратятся вообще непонятно во что школа не резиновая она не в состоянии организовать там третью, четвертую, пятую смену то есть там начинается схематоз у нас по закону больше двух смен в школе в принципе быть не может но вот на примере того же самого Краснодара у нас есть оттуда письма и примеры есть из Уфы из разных других городов нам в движение пишут вот в Краснодаре например уже появились очень такие интересные первая смена и первая продленная вторая вторая продленная да вот у нас тут в течение месяца Владимир Владимирович поручил как можно скорее в течение года ликвидировать потребность в детских садах вот как раз первый проект в котором я участвовал включал там вопрос был задан на что нам дело с детскими садами ситуация только ухудшается то есть они катастрофически не успевают строить детские сады за теми человейниками и новыми районами которые создаются вот так как я сейчас а? сказать почему не успевают не не успевают дело в том что как правило когда выделяют очень большие земельные участки под комплексную застройку под эти человейники то соответственно в проекте разбивают его на этапы первый этап второй этап третий этап так вот как правило на первом этапе строится только само жилье дай бог чтобы это было еще жилье а не апартаментные комплексы и все объекты социальной инфраструктуры город идя навстречу там область идя навстречу застройщику как правило откладывает на последний третий этап застройки ну потому что предполагается что к этому времени как раз все будет достроено уже частично отремонтировано заселится и вот тогда будут пользоваться но только к этому третьему этапу деньги как правило у застройщика заканчиваются и тратить их на объекты социальной инфраструктуры становится очень неинтересно потому что в этот момент обнаруживается новая площадка на которой опять первый этап можно опять продавать жилье и соответственно вот эти объекты социальной инфраструктуры на третьем этапе они как правило не выводятся вовремя а второй момент который происходит это внесение изменений не в сам строительный проект то есть изначально по проекту предполагалось что на этой земле мы выберем допустим 50 тысяч квадратных метров жилья застройщик в процессе легких ухищрений значит превращает эти 50 в 80 или в 100 тысяч то есть у нас физическая нагрузка по числу жителей которым квартиры будут проданы в результате увеличения этажности в результате более плотной застройки то есть в принципе можно ввести конкретные ограничительные мероприятия например запретить увеличивать проектную вот эту вот площадь которая вводится в эксплуатацию и проблема во многом будет решена да это важные технические моменты я здесь еще хочу сказать о том что вот в том числе насчет загнивающего запада и все остальное вот так как я восстановился в аспирантуре мне пересдавать кандидатский минимум по английскому я теперь занимаюсь репетитором по английски и он по моей просьбе подбирает новости зарубежных изданий связанные с образованием психологии педагогики и вот интересное свежее исследование американцев они исследовали что у них происходит с демографией у них тоже сокращается численность населения начала сокращаться если убрать мигрантов америка начала вымирать а что такое думали дело наверное в том что западные ценности загнивают не хотят женщины рожать детей и поэтому оказалось ничего подобного за 50 лет желание женщин сколько она хочет родить детей не изменилось в 70 году было 2.2 ребенка хочет родить женщина а современная женщина 2.1 да то есть каждая большинство женщин хочет родить двоих там каждая десятая хочет родить троих примерно такое соотношение получается какие-то крошечные вообще не хотят или хотят одного ничего не изменилось что говорят люди почему они в итоге рожают меньше социальное неблагополучие доступ к медицине доступ к образованию и уверенно в завтрашнем дне в первую очередь рабочие места это в Америке признают ребята главное не ценности и пропаганда многодетности главное чтобы государство создало условия если семья знает ага вот у меня тут детский садик вот у меня поликлиника вот у меня ясли муж работая на одной работе получает достаточную зарплату чтобы прокормить наших двоих троих детей все тогда нормально я спокойно я могу заводить детей если нет таких условий а нам говорят не вы сначала родите а потом мы построим детский сад когда вы построите детский сад когда ребенку уже пора в школу вы построили детский сад но это смешно это издевательство, это плевок в лицо здравомыслящим людям. И нам рассказывают, это у вас идеология плохая, это вы предатели и все остальное. Ну, тут про многодетность тоже можно много чего сказать. И про обеспеченность жильем, которое там, если ты живешь в однокомнатной квартире студии, то одного ребенка туда внести еще туда-сюда, как-то там можно ютиться. Вот как бы созреть на то, что ты второго внесешь в это пространство, уже становится психологически трудно. И тут нам говорят, вот вам ипотека, которую, так сказать, для многодетных, вот вам небольшие деньги, которые мы вам там подкидываем, простите меня, при ценах в Москве на двухкомнатные квартиры, которые в диапазоне 8-12 миллионов рублей, даже миллион рублей, которые благополучно суммарно семья может настрясти своих, это ни о чем. Ну, включаем от капитала имеется в виду, конечно же. Значит, это ни о чем, потому что дальнейшая ситуация, она еще сильнее ухудшает положение семьи, потому что если мама сидит с двумя малолетками, так сказать, дома, а папа ходит один на работу, то зарплаты папы должно хватать еще в том числе и на выплаты по ипотеке, которые на самом деле, даже только если процентную часть иметь в виду, на сумму купленного, они будут очень значительные. То есть семья все это время пребывает в жутчайшем стрессе, колоссальном, что не при виде Господь, сейчас отец заболеет или лишится работы, и все. И даже весь этот маткапитал, который был потрачен на покупку этой квартиры, он просто пропадет в туне. Это вопрос расширения социального найма. Это как раз вопрос того, что город должен выкупать такого рода квартиры и предлагать в бессрочный социальный найм многодетным семьям. Ну, то есть рождаете второго ребенка, получаете вне очереди квартиру из этого оборотного фонда ГРАД. В любом случае, вопросы семьи, образования и детства, это вопросы комплексного развития России как страны и трансформации государства в по-настоящему социально ориентированную систему. Инга, это большая тема, я предлагаю продолжить в следующий раз. Большое спасибо, что согласились прийти. С удовольствием продолжим, тем более, что мы с вами осветили только маленький фрагмент, касающийся супровизации, а у нас на самом деле планов громадье. Все, договорились, друзья. Задавайте вопросы в комментариях, ставьте лайки, делайте репосты. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok